Эту выставку не зря выбрали для онлайн-экскурсии в рамках акции «Ночь музеев». В год 75-летия Великой Победы сотрудники Историко-культурного музея-заповедника ещё раз решили рассказать о своих земляках, воевавших за свободу страны. Экспозиция «Годы, опалённые войной» организована на основе материалов из фондов Карачаева-Черкесского музея и является постоянно действующей. Так что, если кто-то пропустит онлайн-версию экскурсии, сможет наверстать упущенное сразу же после снятия режима самоизоляции. «Количество партизанских отрядов на территории Карачаева-Черкесии было 14 партизанских отрядов. Туда вступали буквально семьями. Это были молодые комсомолки, это были и семьями. Вот здесь у нас представлена семья Аскановых. Асканов Вартан Лукьянович и Асканова Анна Кузьминична. Это и семья Тимировых, семья Гузовых, семья Мижевых, отец дочери Крамхан Мижевой». Уникальные документы, плакаты времён Великой Отечественной и фотохроника в полной мере отражают события военных лет. Одним из интереснейших экспонатов выставки является пулемёт «Максим». «Вот мы привыкли его называть пулемёт «Максим». А на самом деле его изобрёл британский молодой человек, 26-летний. Его звали Максимум Хаем. Это был просто самоучка. Но затем наши советские оружейники усовершенствовали его. И этот пулемёт «Максим» сопровождал наших бойцов до последнего дня войны». Также здесь представлены личные вещи наших земляков, воевавших на фронтах Великое Отечественное. К примеру, султана Магомедова, участника трёх войн. «Он прошёл Финскую войну, он прошёл Великую Отечественную войну, он прошёл Афганскую войну, он являлся военным консулом на территории Афганистана. Именно он, Магомед Кикёзович, в своих воспоминаниях писал, что пройдя Финскую войну, пройдя Великую Отечественную войну, увидев все эти тяжёлые испытания, которые пришлось преодолеть нашим солдатам. Но то, что я увидел на территории Афганистана, он писал, это было бессмысленное по своему содержанию». Рекомендации оставаться дома всё ещё актуальны, поэтому продолжайте соблюдать режим самоизоляции, а заодно знакомиться с культурным наследием республики.